Приветствую всех на первом циничном канале. Сегодня у нас 24 апреля и предстоит мега коп. Пойдем сквозь лес на всю длину. Так как оператора со мной сегодня нету, то буду снимать уже раскопанные ямы, уже находки. Потому что неудобно, штатива тоже нету. Ну посмотрим, что сегодня будет. Первая находка. Нож. Но я думаю, что это советский период. Такой вот столовый ножичек. Проржавевший насквозь. В принципе, это ничего ценного. Это в лесу лежал. Ну вот она, первая. Долго, довольно часа полтора проходил в лесу. 1943. Три копейки советы. Дома отмою получше. Или нет? Стоп. Пять копеек. Пять копеек. С пролетариями. А, ладно, не буду я ее. Дома получше отмою. Так, середина леса ничего не дала, на самом деле. Вот вернулся опять на окраину и вот советы нашел. Так, ну что, кажись, еще один совет. Сегодня у меня советский день. Вот он, прям вдавлен. Поднимаем. Так, это, по-моему, пролетария. Сторона. А здесь? Вот елки-палки. Не хочу тереть. Дома отмою. Боюсь я им каждый раз затереть монету. По-моему, двушка. Или трешка. Ладно. Ну, советы явно. Так. Неплохой сигнал только что был. Вот он, 36. Видите, вот тут кустик стоит такой вот. Вот рядом с ним. Сейчас буду копать. К сожалению, коп не могу снимать. Так. Выкопал вот ямку рядом с этим кустиком. Оказалось, кольцо вот такое очень интересное. Медь. По сигналу медь, да и зеленая. Обручальная, судя по всему. И судя по размеру, мужское. Мужское. Крупное. Интересно, думал монета. Прям, ну как, медь она и есть медь. Продолжаем разговор. Еще один совет. Тоже буду мыть дома, но сохран, по-моему, хуже. Если не ошибаюсь, три копейки. Буквально где-то час в том лесу ничего не шло. Пришлось перейти дорогу, передислоцироваться. И вот новая монетка. Тоже не хочу оттирать прямо на месте. Буквально сходу, но лес загажен сильнее шашлычниками всякими. Приехал с копа. Вот сегодняшние трофеи. Три совета. Что самое интересное, все три совета нашел там, где не находил даже 19 век империю. И вдруг совет. И ни одной империи за сегодня. Какой-то советский день выдался. Итак, плохо видно. Слишком беленькие они стали после отмывания. Пять копеек 1943 года. Ну, средний сохран. Ну, для совета плохой, конечно, скорее, чем средний. Пятачок. Но без пролетариев уже. Так, три копейки 1946 года. Сохран получше даже. Тоже СССР, пожалуй, самый хороший сохран из всех. Да. И три копейки 1931 года. 1931. Сохран тоже так себе. Для советов. Вот они. 31. Но зато с пролетариями сзади еще. То есть, это одни из последних, наверное, пролетариев. Теперь вот это. Да, это три копейки. Кольцо, не кольцо. В принципе, по металлоискателю чистая медь. На палец, ну, вот, например, на мой. Ну, вот оно где-то так и подходит. Даже чуть-чуть маловато. Но вот есть мнение, что это кольцо не обручальное, а какая-то деталь от чего-то. Ну, медянка чистая. И, соответственно, ну, если брать вот обручальное кольцо, то, если у нас они сплюснутые, то здесь оно просто как, ну, проволока идет, согнутым кольцом. Кто его знает. А вот эта вот вещь, не понимаю, что это такое. Находил их во многих областях. В Тульской, в Калужской, вот в Московской. Раньше думал, что это куски каких-то деталей. А вот сейчас думаю, не лох ли я, что их не брал. Не какая-то ли это денюжка? Вот такая вот ребристая. А с этой стороны, собственно, вот так ничего. По металлоискателю сороковка, чистая медь. Ну, вот здесь вот рифленая она какая-то. То ли рифленая, то ли это счет какой-то. Кто его знает. Но по всей России они находятся периодически. И в полях, и в лесах. Что это такое? Так что, если кто-то знает, высказывайте мнение. Ну вот, такие сегодня находки. Так что, очень неплохо даже получилось. Три монеты. За этот год лучший коп получился. Продолжение следует...